А в это время у жителей столицы Коми есть возможность посмотреть кино на траве. Акцию проводит Дом музея имени Морозова. Шестой год учреждение устраивает показ фильмов по случаю Дня Республики. Накануне на территории музея сотрудники обустроили уголок, поставили стулья и скамейки, установили проектор, колонки, приготовили пледы на случай, если похолодает. Тут и смотрят фильмы. Такие вот пространства, открытые для горожан, работают во многих городах. И нам эта идея пришла после того, как мы сами приняли участие в таком же формате в городе Казани. И настолько это здорово. Там, конечно, было при кинотеатре, но мы подумали, что наш город не имеет такой услуги. И нам очень сильно захотелось. Тем более у нас есть пространство, Дом музея, где можно отлично провести вечер. Кинокартины выбирают сами жители. «Зеленая миля», «Невероятная жизнь» Уолтера Митция, «Зеленая книга», «Географ Глобус Пропил». Лишь малая часть из того, что предлагают горожане. В этом году выбрали мелодраму 1939 года «Унесенные ветром». Параллельно с кинопросмотром настольные игры, сладости и чай из настоящего самовара. Сюда самое главное налить именно 5 литров воды, чтобы полностью колба, которая внутри находится, чтобы она была погружена в воду. Для того, чтобы самовар долго служил, это надо делать. Внутри, то есть эта колба, она нагревается за счет того, что внутри мы либо шишками, либо просто деревом, там, веточками топим его. В этом году по случаю юбилея акцию проводят в два дня с 7 до 10 вечера. Сегодня организаторы встретили горожан коллекции фильмов о регионе, развитии и освоении комик-края. Культура, выдающаяся личности республики – все это в короткометражках. Тут же провели викторину на знании фактов о малой родине. Продолжение следует...